В Люберцах подвели итоги конкурса «Татьяна-2021». В этом году он проходил в формате онлайн. Желающие могли проголосовать за участниц в социальных сетях на странице Управления по молодежной политике городского округа. В финал вышли 16 девушек. Григорий Борванин побывал на награждении. Для Татьяны Наумовой цифра 3 знаковая. Она, Татьяна, в третьем поколении. Ее мама и бабушка тоже Татьяны. 25 января для девушки тройной праздник. День студента, Татьянин день, еще и экзамен. Его студентка Российской таможенной академии сдала на отлично. И имя здесь ни при чем. Может быть, просто я умная, но как-то мы попытались что-то сказать, что будет день студента, что меня зовут Татьяна, но нет, ничего не получилось. В переводе с древнегреческого Татьяна устроительница праздников. Многие полностью ему соответствуют. Я люблю устраивать праздники, готовиться к этим праздникам. Вот, например, как на Новый год. Я люблю дарить подарки, готовить подарки. Поэтому, мне кажется, это имя мне очень подходит. В этот день праздник по традиции устроили для Татьян и подвели итоги конкурса. В этом году он впервые проходил в формате онлайн. Зазвонил лучше, и состязались 16 финалисток. Интересное мероприятие, которое действительно вчера в соцсетях поковырялся, посмотрел. И по хэштегу было интересно наблюдать за конкурсантками. Но я думаю, здесь невозможно среди Татьян выбрать лучшую или худшую. Все уникальные. Конкурс приурочили ко дню студента. В городском округе Люберцы три высших и три средних профессиональных учебных заведения. В них хочется несколько тысяч студентов. Мы можем гордиться своим студенчеством. Не каждая территория имеет столько вузов и техникум, сколько мы имеем. Люберцы – это территория студенчества, молодости, красоты, поиска творчества, настойчивости. И мы этим гордимся. Лучшими признаны все финалистки. Каждой вручили диплом. Еще один подарок – торт от министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова и главы городского округа Владимира Ружицкого. Григорий Горванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.